Уважаемые гости, компания Кодерлен приветствует вас. У нас сегодня встреча посвящена закрытию года 22-го и рассматривать мы ее будем на примере ERP. Вы видите наши контактные данные, то есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Если вы, например, по какой-то причине не смогли досмотреть наш вебинар или это оказалось неудобным для вас время, через некоторое время после проведения вебинара мы выкладываем запись на сайте и, соответственно, вы можете посмотреть ее в удобное для вас время, в удобном для вас режиме. Также там размещены и предыдущие вебинары, так что вы можете найти какую-то еще полезную для себя информацию. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина. Мои контактные данные вы тоже видите на экране. Ну и, соответственно, если у вас есть какие-то вопросы или что-то в течение вебинара вас заинтересовало более подробно, вы можете задать нам свои вопросы любым удобным для вас способом. В письменном варианте мы сможем ответить вам более подробно, поскольку у нас не будет лимита по времени. Ну и, соответственно, уже в привязке к вашей конкретной ситуации. Итак, программа нашей сегодняшней встречи. Вы видите ее на экране. Мы поговорим про закрытие года, про новые формы регламентированных отчетов. В основном это коснулось уже, естественно, зарплатного блока и операции с 2023 года. Мы посмотрим личный кабинет сотрудника, поскольку, в принципе, это взаимосвязано с закрытием года и со справками, которые может запросить у вас сотрудник. И поговорим еще про административные мероприятия, которые необходимо провести и оформить на них локальные акты именно для работы уже в 2023 году. И, соответственно, что нам можно поменять? Ну и про дополнительные сервисы и отчеты поговорим еще отдельно. Итак, закрытие месяца. У нас, собственно говоря, должно происходить по определенному алгоритму, который не только в программе заложен, но и который вам надо выполнить дополнительно. То есть проверить первичку, проверить учетную политику и так далее. Это, собственно говоря, обязательные процедуры, которые урегулированы законодательством, то есть проведение инвентаризации активов, расчетов с дебиторами, то есть проведение инвентаризации. И поскольку было принято много новых актов и с 2022 года у нас было внедрено, собственно говоря, наверное, рекордное количество всяких новшеств, то есть это и новое ФСБУ и так далее, то это надо будет учитывать. И просмотреть, естественно, нормативные материалы, что и как должно быть подготовлено к закрытию года. Ну, первое, с чего стоит начать, это проверить учетную политику и провести сверку с бюджетом по налогам и сборам. Наша с вами сегодняшняя встреча будет построена таким образом. Мы будем нормативные, так сказать, материалы, я буду показывать на слайде, и мы будем переключаться на демо-версию программы ERP. Сейчас вот я на нее переключусь. Вот. Ну, начальную страницу сейчас перейдем. То есть это выглядит вот таким вот образом. И, так сказать, ручками будем уже на программе смотреть, как провести те или иные операции. Я снова переключаюсь на наши слайды. И так, собственно, что от нас требуется. Ну, во-первых, не попадает ли ваше предприятие под обязательный аудит. Под обязательный аудит есть показатели, по которым это можно проверить. То есть, соответственно, не превышает ли ваша выручка определенных параметров и не попадает ли ваше предприятие под аудит по сумме активов. Почему это важно? Потому что до этого периода у нас действовала система ГИБРО. То есть это официальный ресурс, где размещалась информация о показателях. То есть данные по балансам, по изменениям формы 2 и так далее. Это было в открытом доступе. Оттуда могли брать сведения все, кто заинтересован. Но в связи с введением санкций у нас недавно было выпущено постановление правительства номер 1624 о порядке ограничения и возобновления доступа к информации, которая содержится на этом госинформресурсе. Оно вступает в силу с 1 января 2023 года. И, собственно говоря, ваше предприятие может подать заявление о том, что если предприятие поименовано в санкционном списке, либо физические лица поименованы в санкционном списке, то вы можете подать заявление на ограничение доступа. Вы видите на экране перечень случаев, когда это можно сделать. То есть, соответственно, если у вас предприятие включено в сводный реестр организации оборонно-промышленного комплекса, если в перечине стратегических предприятий и организаций вычислитесь, перечень резидентов, попавших под санкции, этот реестр ведет в СНС перечень лиц, к которым применяются, либо могут быть применены, или на которые распространяются иностранные санкции, предусмотренные правительством номер 1625. Ну и, соответственно, если ограничение доступа было принято Банком России в отношении поднадзорных организаций, либо правительством, поскольку функции правительства у нас сейчас достаточно серьезно расширены. В этом случае вы, соответственно, должны будете подать заявление. То есть, заявление подавать обязательно. Мало того, что вы входите в какой-то перечень, надо еще и подать заявление, что вы хотите ограничить доступ к информации. Ну и, соответственно, это все должно базироваться на конкретных условиях. То есть, вы должны оценить риски раскрытия информации, равно как и последствия ограничения доступа к информации. Существует утвержденная форма заявления, по которой должна подаваться заявка в налоговые органы. Подать это можно любым способом, либо через операторов ТКС, либо посредством сайта СНС, прямо на сайте сформировать такое заявление. Но это обязательная процедура. Это, так сказать, организационные моменты. Теперь, собственно говоря, что нам необходимо для того, чтобы закрыть месяц, где это найти и что с этим делать. Сейчас я покажу слайдик. То есть, мы рассматриваем на примере ERP. И у нас здесь есть раздел «Финансовый результат». И мы из него должны будем перейти в рабочее место закрытия месяца. И, соответственно, после этого у нас, после запуска этого режима, у нас открывается вот такое диалоговое окно. И мы можем выбрать либо предварительное закрытие, либо окончательное. Часто возникают вопросы, а в чем разница, когда и какой надо запускать. И сейчас мы об этом поговорим более подробно. По каместе, как вы видите, на слайде формируются в определенном порядке для автоматического прохождения разделы, которые должны быть закрыты, проверены и так далее. Если вы видите, что все произошло благополучно, у вас во всех разделах будут вот такие отметочки, зеленые галочки. То есть это значит, что этот блок операций выполнен успешно и можно двигаться дальше. То есть здесь, в принципе, последовательно расположены разделы, которые требуют определенных действий. Очень удобно вот такие вот гиперссылочки. То есть проваливаясь туда, вы можете выполнить этот режим, допустим, в ручном варианте, либо, если нашлись какие-то ошибки, поподробнее вы проваливаетесь и смотрите перечень ошибок. А сейчас мы с вами посмотрим, так сказать, теоретическую базу. То есть предварительное закрытие месяца используется для расчета предварительной себестоимости, ну, в соответствии с вашей учетной политикой. Закрытие происходит помесячно. То есть мы можем выбрать одну организацию или не выбирать никакую. Тогда это будет выполняться для всех ваших юридических лиц. Но период закрытия – это месяц. И в том случае, когда идет составление годового баланса, то, соответственно, в этом случае включаются еще и режимы реформации баланса. То есть реформация баланса – это у нас закрытие 90-х счетов на финансовый результат, то есть на 84-й счет. При предварительном закрытии месяца выполняются не полностью все операции регламентированного учета, а только часть, которая необходима для расчета себестоимости за указанный период. Обратите внимание, период именно. Может, часть месяца может отражение результатов данного расчета. Вы видите перечень операций, которые будут выполняться в таком формате. При предварительном закрытии месяца на этапе распределения партий выбирается подбор партий только для тех документов, для которых ранее не была партия подобрана. Для документов, в которых подобраны партии при текущем расчете, выполняется корректировка стоимости списания номенклатуры и запись движений по регистрам, соответственно. При каждом предварительном закрытии месяца обрабатываются только новые или измененные документы. Это позволяет сохранить подобранные партии и рассчитанную предварительную себестоимость. Но, соответственно, это нужно, чтобы прикинуть финансовый результат, который получится у нас при окончательном закрытии месяца. Следует обратить внимание на то, что при предварительном закрытии месяца не выполняется полностью расчет себестоимости выпущенной продукции. А именно, не выполняется распределение материалов по базе распределения, то есть это у вас указано должно быть в учетной политике, какая база распределения. Не выполняется распределение производственных затрат и не выполняется распределение затрат на выпущенную продукцию. То есть в переводе на русский язык не закрываются затратные счета, то есть 25 и 26. И когда мы включаем режим окончательного закрытия месяца, вот здесь уже при расчете себестоимости рассчитывается полностью сумма отклонений окончательного расчета от результата предварительного, такие отклонения выделяются записями по регистрам с указанием режима закрытия, при котором были сформированы. Ну и, соответственно, в этом случае вы можете наглядно посмотреть, что изменилось в вашей программе с момента предварительного закрытия месяца. И есть еще режимы, которые мы можем дополнительно задействовать. Ну, допустим, вот это отчеты по проверке состояния учета. Это мы сейчас все с вами посмотрим на слайдиках, в смысле на демо-версии более подробно. И после этого поговорим еще о других новшествах и о других сервисах. Значит, сейчас мы с вами переключаемся в демо-базу. И я еще раз повторю финансовый результат. И вот он, интересующий нас, режим закрытия месяца. Как вы видите, здесь закрытие месяца выделено жирным текстом. То есть жирным текстом выделены, ну, как бы основные журналы, в которых расположены документы. Вот видите, помощник по учету НДС. Очень удобный помощник. Его, в принципе, обычно используют перед закрытием месяца, чтобы посмотреть. Сейчас вот я в него перейду. То есть он очень наглядно дает представление о том, какие могут быть ошибки. То есть, например, где-то не выставлены счета фактуры вдруг. Если вы перевыставляете счета фактуры комитентом, входящие счета фактуры бывают достаточно часто, потому что, например, вы получили документ, там, накладная или акт с выделенным НДС, а вот счет фактуры к нему не приложено. То есть, соответственно, можно проверить, кроме того, что проверить по сведениям ФНС, в которых информация может еще не быть. То есть, если, например, предприятие, ваш партнер еще не разместил, отчетность еще не зарегистрирована в электронном формате счета фактуры. Ну, соответственно, операции по ВЭД. Это чаще всего декларации на товаре, когда происходит импорт. Ну, и, соответственно, это вот, если ЕАЭС, у вас есть операции с такими членами. Ну, и, собственно говоря, вот вы видите, что здесь по ссылочкам мы можем открыть нужные разделы. То есть, в принципе, здесь собраны гиперссылки на первичные источники, куда можно провалиться и посмотреть, а что же мы там накосячили и что мы не так сделали. И вот в регламентных операциях идет ссылка на то, что необходимо сделать. Обратите внимание на эти вопросики. По этим вопросикам формируется тематическая, если можно так сказать, информация по конкретному разделу, в котором вы сейчас находитесь. Ну, соответственно, отчеты по НДС – это у нас целый перечень, что можно вывести, какие журналы или какие отчеты. Обратите внимание, что книга покупок и книга продаж в этом, ну, как бы в этой программе формируются как отчет. То есть не записи конкретные, как вы делаете, допустим, если работаете с другими конфигурациями, а уже как отчет по документам, которые введены или не введены. И формирование отчета по НДС в электронном виде, который должен быть отправлен в налоговую инспекцию. И дополнительные сервисы, которые нам при этом здесь доступны – это сверка учетных данных по НДС. Сейчас подсказочки, вы видите, сформированы ниже, то есть как пояснение к данной гиперссылке, куда мы попадем и для чего это сделано. Ну и обратите внимание, надежность поставщиков по предъявленному НДСу. То есть поскольку тема должной осмотрительности все еще актуальна, то этим стоит воспользоваться перед тем, как вы сдаете закрытие года, то есть перед тем, как вы делаете закрытие года. Закрыла лишнее. Ну и, собственно, сейчас мы с вами перейдем в рабочее место закрытия месяца. Выглядит у нас при этом интерфейс вот таким образом. Как вы понимаете, вот мы выбираем здесь окончательное закрытие или предварительное. Я делала предварительное закрытие, чтобы можно было показать некоторые моменты. То есть там, где у нас есть вот такая информация, мы можем ее раскрыть. То есть если я ее верну, это будет выглядеть вот так. Если разверну, то вот видите, у меня выдается ошибка. Если я перейду сразу сюда, то мне программа может ругнуться, что не выполнена актуализация движения и так далее. Я могу выполнить эту операцию вручную, то есть запустить, например, этот режим. В этом случае у меня программа подумает-подумает, ну и, значит, выдаст результат, что либо у меня есть непроведенные документы с какими-то ошибками, которые не дают актуализировать этот документ, ну, либо что-то дополнительное. Еще один момент – это то, что я могу и не делать предварительное закрытие, я могу делать сразу окончательное закрытие. Если я уверена, что у меня там все блестит и сверкает, и мне не нужны предварительные итоги. И плюс ко всему, то есть этот режим, в отличие, например, от бухгалтерии, которая требует монопольного доступа, может проходить, так сказать, в фоновом режиме. То есть что это такое? Это значит, что я вот запустила эту обработку и могу параллельно переходить и выполнять какие-то другие операции, ну, уже, естественно, на текущем периоде. Вот видите, я могу перейти, сделать здесь какие-то документы и так далее. А в это время будет моя операция выполняться. Поскольку обычно закрытие месяца – это достаточно длительная процедура, то ее можно ставить на ночь и, допустим, или спокойно заниматься параллельной работой. Ну, это, естественно, параллельная работа. Если я знаю, что у меня никто не лезет в тот период, который мы закрываем, и никто мне ничего там не попортит. Но если, например, я запустила вот этот режим, он у меня работает. Если в это же время кто-то еще из бухгалтеров, например, тоже захотел сделать, например, предварительное закрытие, то когда он будет пытаться активировать режим, то в этом случае у него ничего не получится, потому что режим уже активирован, уже происходит, поэтому повторно запустить это с какого-то другого рабочего места не получится, пока не отработает вот эта вся процедура. Ну, вот видите, у меня произошло, я включила актуализацию, и теперь у меня распределение производственных затрат осталось. Ну, то есть последовательно я могу все разделы, которые у меня присутствуют, в ручном формате активизировать. В принципе, такая функция есть и во всех других конфигурациях, но немножко будет отличаться интерфейс. Собственно говоря, абсолютно по такому же принципу работает и, допустим, в бухгалтерии закрытие месяца, но здесь, в общем-то, это более наглядно и более информативно, если можно так сказать, потому что, видите, обнаружены, например, статьи расходов, требующие внесения настроек. Ну, у меня выбрано, я выбрала одно предприятие, чтобы не очень долго работал само закрытие месяца. Но здесь нужно остановиться еще вот на каком моменте. У нас здесь есть, так же, как и во всех других практически журналах или документах, есть функция настройки. Значит, когда мы ее открываем, то вот у меня сейчас установлена вот такая настройка. То есть скрывать операции, которые выполнены, и не требуют выполнения. Если операции выполнены успешно, то я не ставлю флажок, то есть я хочу их видеть. Это, так сказать, бальзам для души, что хоть один раздел у меня уже сформировался правильно. И автообновление при закрытии подчиненных форм. Вот этот флажок я тоже поставила. А дальше у нас, можно так сказать, сервисные функции. То есть автоматическое закрытие месяца у нас срабатывает, когда мы выполнить операции нажимаем. А настройка проверок состояния учета – это отдельный этап, отдельная процедура. И настройка параметров операции закрытия месяца. Ну вот, собственно говоря, я хочу показать сначала автоматическое закрытие месяца. В каких случаях и что у нас здесь будет. То есть я выбираю организацию, то есть я буду только одно юрлицо, не холдинг в целом, а только одно юрлицо закрывать месяц. И здесь мы дальше можем закрывать прошлый месяц, начиная с какого числа, закрывать оперативный учет. Ну, то есть проставляем галочки, чекбоксы, так сказать, и выбираем тот период, который нас интересует. Выбираем, что мы закрываем. То есть мы окончательное закрытие делаем и ставим флажок закрывать или нет, оперативный учет. Можно сделать настройку, чтобы это запускалось по конкретному времени, то есть по расписанию. Ну, чаще всего это, естественно, удобнее ставить, например, на вечер, на ночь, когда уже пользователей в программе немного или нет вообще. Ну, то есть это вот такая, так сказать, можно сказать, более административная функция. А вот дальше у нас с вами еще одна через настройку доступная операция. Это очень удобный отчет, настройка проверок состояния учета. И слайдик по этому поводу мы с вами смотрели. Я сейчас переключусь на слайды. Вот он слайдик с этого раздела. Проверка состояния учета. То есть у нас анализируется, видите, достаточно много параметров и выдается список, где ошибки были сделаны. Сейчас мы с вами туда же переключимся уже на демо-базе и посмотрим. То есть вот, как вы видите, у меня есть возможность, вот я могу выделить какую-то ошибку. У меня сразу высвечивается, когда она возникла, когда она должна выполняться. Ну и, как видите, здесь 25-й год. То есть я где-то, видимо, накосячила с датами. И, собственно, что конкретно, какие конкретно ошибки у меня будут анализироваться. Ну и видите, здесь достаточно большой перечень. То есть практически весь учет проверяется, даются ссылки на даты и на выполнение. То есть вот, допустим, ошибка у меня не... У меня присутствуют нераспределенные расходы будущих периодов. То есть мне нужно туда вернуться и посмотреть, а почему же я чего там неправильно сделала. То есть, может быть, я ошиблась в дате, как вы видите. Может быть, я еще чего-то там накосячила. Но факт тот, что этот раздел не закрывается корректно, значит, мне нужно идти и искать, и анализировать, почему у меня такая ошибка вышла. Ну и, собственно говоря, как вы видите, последними этапами это у меня идет формирование финансового результата. Ну и здесь эти две функции у меня вообще сейчас не будут использоваться. То есть меня интересует только формирование финансового результата. И теперь снова возвращаемся в наши настройки. Это мы с вами посмотрели настройка автоматического закрытия, настройка состояния проверки, состояние учета. и теперь у нас еще осталась настройка параметров операции закрытия месяца. Вот если мы запускаем эту настройку, то может быть вот такая ситуация. То есть сформировать отчет по ошибке. У меня программа сформирует, что было сделано неправильно, и почему я не могу воспользоваться этим режимом. Сейчас мы не будем это подробно разбирать, но смысл в том, что такая функция доступна. Значит, если вы считаете, что у вас здесь все нормально и все как бы не требует дополнительных настроек, то мы просто нажимаем выполнить операции, и у нас происходит окончательное, сейчас я выберу окончательное закрытие месяца. Ну единственное, что оно достаточно долго может работать, если у вас большая база. Поэтому, ну как на моей демо-базе это не получится, поскольку это может работать и час, и два. Ну вот, в моем случае, поскольку у меня в демо-базе очень немного документов и операций, то, соответственно, он сформировался быстро. И обратите внимание, то здесь имеются ссылки на административные мероприятия, которые следует сделать. И здесь уже дается более подробная информация, что же это хочет программу предупредить и о чем сказать. И дальше, то есть для того, чтобы нажать кнопочку выполнить операции и быть уверенным, что у меня все нормально сработает, я должна проверить достаточно много пунктов. То есть если составлять алгоритм, то у вас получится 14-15, наверное, шагов. Вот так вот. То есть первый шаг – это мы проверяем первичную информацию. Второй – это мы проверяем бухгалтерский учет на наличие ошибок. Можно это использовать. И вот этот, как бы, функцию эту, ну, можно и по-другому, смотря как вам удобнее. Следующий – это шаг – это инвентаризация. Инвентаризация, соответственно, и расчетов, и денежных средств, и товароматериальных ценностей. В этом случае мы должны пройтись по разделам. Ну, вот, например, мы берем закупки возьмем. Раздел закупки. В каждый раздел выведены дополнительно информация, которая может потребоваться при работе с данным конкретным разделом. И, соответственно, если вы видите, что у вас есть здесь информация, ну, например, ну, не НСИ, НСИ – это справочная информация. То есть если есть какие-то документы, то они могут повторяться и в других разделах, поскольку, на самом деле, эта информация одна и та же, но выводится в каждый раздел, потому что удобнее работать, когда вы находитесь в одном разделе, и не прыгать между вот основным меню и взаимосвязанным. Ну, например, вот закупки НСИ – это нормативно-справочная информация. Здесь у нас есть раздел поставщики. И здесь отражены контрагенты, то есть это справочник контрагента. Просто в справочнике контрагента у вас могут быть отметки, что это поставщик, что это покупатель, что это прочие взаимодействия. Ну, то есть, соответственно, в разделе продажи мы тоже работаем со справочником контрагентов, но называется он уже в этом случае не поставщики, а клиенты. На самом деле, это один и тот же справочник. Ну, вот вы видите, да? И в разделе продажи, вот я его сейчас покажу, есть справочник, называется клиент, на самом деле, это тот же справочник контрагентов. Ну, допустим, выбираем раздел склад и доставка, и здесь у нас есть вот такой раздел излишки, недостачи, порчи и пересчет товаров. То есть, это немножко непривычно для тех, кто работает, например, с бухгалтерией, потому что раньше звучало, что инвентаризация, например. А сейчас это у нас раздел излишки, недостачи, порчи и пересчет товаров. Это и есть наша инвентаризация. То есть, по законодательству мы обязаны провести обязательную инвентаризацию по состоянию на 31 декабря. И, соответственно, после этого уже основываясь на инвентаризационных описях и с лечительных ведомостях, отрегулировать складские акты или извиски. Ну, та же самая история у нас может быть, например, берем раздел казначейства. Здесь мы тоже можем проводить инвентаризацию, например, денежных средств. И, соответственно, вот у нас есть раздел касса и здесь есть инвентаризация денежных средств. То есть, не забудьте, что вы должны оформить акт инвентаризации по состоянию на 31 декабря. Ну, скажем честно, для небольших компаний есть, ну, скажем так, сформировали инвентаризационный акт без фактического пересчета, когда в кассе, например, остаток ноль. И, собственно говоря, такие же разделы есть и в других. Не разделы, такие же функции есть и в других разделах. Вот так правильно будет сказать. Ну, и, соответственно, кроме инвентаризации активов необходимо выполнить инвентаризацию взаиморасчетов и проверить. То есть, часто бывают ситуации, когда, например, ну, какая-то операция или какая-то услуга оказана, но не оформлен конкретный документ, например, акт. То есть, например, если у вас идет доставка какой-то экспедиторской компании, то есть экспедиторская расписка, есть там еще какие-то документы, которые подтверждают то, что перевозка была осуществлена, а самого акта нет. То есть, естественно, надо проверить на наличие первичных документов. Ну, и, естественно, нужно сделать сверку с бюджетом. То есть, запросить сверку от ФНС и посмотреть, соответствуют ли ваши сальдовые остатки по ОСВ тому, что считает налоговая инспекция. Проверить зарплатный блок. То есть, в зарплатном блоке вот зарплатный блок нас будет интересовать, ну, во-первых, это график отпусков. Я пока не буду переходить. То есть, вот мы с вами сейчас видим зарплатный блок, и нас будет интересовать график отпусков. То есть, где у нас очередные отпуска, где у нас отпуска, допустим, по уходу. Момент не попало. То есть, проверить резерв отпусков, где проверить то, что это отпуска по уходу за ребенком. Ну, то есть, состояние отпусков и график отпусков на следующий период. Проверить штатное расписание. Потому что, если вы при первоначальных настройках ввели, что должен вестись контроль за штатным расписанием, то, соответственно, программа будет проверять, чтобы у вас принятых сотрудников было не больше, чем по штатному расписанию. Ну, то есть, вот вы видите, достаточно большой здесь раздел по зарплате. Мы сейчас не будем подробно останавливаться, но обратите внимание вот на что. То есть, в разделе зарплата есть раздел отчетность справки. То есть, вы можете видеть отчетность по зарплате и в зарплатном блоке, и в блоке регламентированного учета. То есть, видите, здесь есть 1С-отчетность, и в регламентированном учете мы тоже видим раздел 1С-отчетность. На самом деле, это, в принципе, как я уже говорила, один и тот же раздел. Это не разные разделы, просто они скомпонованы для удобства работы, что если вы вошли в зарплату, то вы здесь без перескакивания на другие разделы можете все посмотреть и поправить. Так, следующее, значит, это мы должны посмотреть график отпусков и штатное расписание. Еще очень важный момент, ну, это опять, это уже административный полностью, так сказать, режим. Нужно проверить пролонгацию договоров. То есть, если у вас договор, например, заканчивается 31-го, то нужно проставить, что он пролонгирован, чтобы вы уже не возвращались к этому 1-го января, и чтобы вам не пришлось искать вчерашний день, то есть, что относится на закрытый договор, там, допустим, затраты или еще какие-то операции. Ну, соответственно, вам необходимо будет проверить резервы. Ну, в частности, например, резервы на резервы отпусков. Вот они у нас в зарплатном режиме. Вот резервы отпусков. Проверить, чтобы резервы были начислены в соответствии с вашей учетной политикой. Напомню, где у нас живет учетная политика. То есть, учетную политику мы можем посмотреть в карточке организации. То есть, вот мы переходим в режим администрирования, выбираем организации. Если у вас одна организация, то, соответственно, у вас будет здесь одна запись. Если много, ну, вот как в моем случае, здесь я могу зайти в карточку контрагента, в карточку организации и проверить настройки, которые у меня были заданы. Это всегда стоит делать по концу года, потому что в течение года ну, вносились разные изменения законодательные. Вот в нашем случае в 22-м году их было достаточно много и достаточно серьезных. То есть, вот у нас закладочка учетная политика. И здесь мы должны посмотреть. Если мы, например, решили применить упрощенку, то есть у нас общий режим, но мы посмотрели, что по параметрам мы можем применить упрощенку, то по гиперссылке мы переходим, соответственно, систему налогообложения. Ну, сейчас вот у меня была, допустим, упрощенная, а я хочу, потеряла я право на упрощенку и перехожу на общий. Или наоборот, вижу, что у меня параметры позволяют, и я перехожу на упрощенку. И здесь я должна посмотреть и подумать. То есть, ЕНВД у нас уже нету. То есть, эта галочка уже не нужна. Плательщик налога на добычу полезных ископаемых, ну, соответственно, если вы являетесь таким плательщиком, то ставите в флажок. Дату перехода мы, соответственно, ставим уже будет 1 января, допустим, 2023 года, если это мы задним числом делали, ну, и параметры тоже. Но больше всего уделить внимание следует учетной политике. По финансовому учету, по бухучету и по налогам сейчас посмотреть. То есть, если мы переходим в политику финансового учета, то здесь у нас нужно будет обратить внимание вот на что. Ну, во-первых, средняя за месяц, потому что, если у вас общий режим, то чаще всего это средняя за месяц. Ну, то есть, точнее, не чаще всего, но как бы без вариантов. но если у вас, например, предприятие попадает под освобождение от НДС, например, по 149 статье, то здесь вы можете использовать фифа. Деление на краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства тоже стоит проверить, потому что флажок, который вы проставите тут, даст вам в балансе разные строчки. То есть, если краткосрочные и долгосрочные активы, то они у вас при составлении баланса отразятся в разных строках. А теперь обратите внимание, что здесь у нас еще в управленческом учете, именно в управленческом, как будет происходить учет необоротных активов, то есть, фактически, ну, наших основных средств. То есть, с учетом того, что у нас были приняты к применению в обязательном порядке шестое и двадцать шестое ФСБУ. Ну, и, соответственно, посмотреть там дальше, насколько соответствуют вашим потребностям. Вот теперь переходим в раздел «Политика по бухгалтерскому учету». И вот здесь у нас нужно обязательно для корректного закрытия года проверить, так ли наши настройки соответствуют реальной жизни. То есть, ну, если вас бог миловал от применения восемнадцатого ПБУ, то хорошо, ставим точку «Не ведется» и радуемся. Ну, если ведется, то, соответственно, выбираем какой-то из вот этих пунктов. Ну, чаще всего рекомендуется балансовый метод. Это более новый метод. И посмотреть по нему информацию вы можете вот по вопросику, это так сказать, экспресс-справка контекстная. И вот теперь мы переходим к самым интересным изменениям, которые надо в обязательном порядке проверить и проставить флажки. То есть амортизация начисляется в соответствии с ФСБУ-6. Это наша новая ФСБУ, которая в 2022 году стала обязательным к применению. И здесь мы должны выбрать с даты применения принятия к учету, это новый вариант, или, как было раньше, с первого числа месяца следующего за месяц принятия к учету. Соответственно, проверить то же самое нематериальные активы, то есть если я здесь ставлю флажок у меня соответственно видите с красным подчеркиванием поля, то есть обязательно к заполнению у меня я должна сделать выбор по статье списания расходов. Здесь я могу ввести свои статьи, могу использовать те, которые уже были. Сейчас я передвину вот эту вот так, чтобы мне нужно было позакрывать. и собственно говоря, что еще уберем флажок, чтобы нам потом дало закрыть запасы, то есть это пятая ФСБУ, значит соответственно нам надо посмотреть, ну во-первых используем ли мы сороковой счет, но на самом деле его многие не используют уже достаточно давно. То, что касается пятого ФСБУ, ввести ли за баланс учет МЦ, то есть спецодежды, инвентаря и инструмента. И как списываются от МЦ в эксплуатации, как списались. Взаиморасчеты. Вот здесь вот обратите внимание, что у нас расчет задолженности мы можем производить через 76-й, но разные субсчета. И формирование резервов по сомнительным долгам. По зарплате мы можем выбрать ввести оплату труда по 70-му счету, то есть детализации по работникам или если вы работаете в ЗУПе, то как нам отражать свернутым сальдо или детализации по сотрудникам. И еще обратите внимание на отчетность. То есть здесь есть возможность настройка заполнения бухгалтерской финансовой отчетности. То есть мы можем выбрать настраивается или не настраивается. То есть по умолчанию будет установлен только вариант не настраивается. Но мы можем выбрать настраивается и задать какие-то свои индивидуальные настройки, которые, например, у вас имеются. Так, сейчас видим еще чуть-чуть вот так вот. после того, как вы проверили все настройки, то есть естественно, в первую очередь нас интересуют настройки, которые касаются бухучета и настройки, которые касаются спецрежимов, если вы применяете упрощенку, налога на имущество, то есть используете вы, например, налог по кадастровой стоимости. Ну, собственно, все проверки, которые необходимо сделать, у нас отражены на этой закладочке. И после того, как здесь мы все проверили, посмотрели, нам еще нужно перейти на закладочку зарплата и кадры, потому что здесь уже настройки, которые касаются начисления зарплатных налогов, ну и, соответственно, отражения в отчетности и при закрытии месяца. Ну, здесь такая же ситуация, то есть мы переходим по гиперссылке и если что-то не хватает, мы заполняем. Еще раз обращаю ваше внимание, что вот это необходимо сделать до того, как вы будете закрывать месяц, потому что если, например, у вас сохранились старые настройки, которые действовали в предыдущие годы, то у вас возникнет проблема при закрытии месяца, потому что будет сформирован неправильный расчет. Так, значит, после того, как мы сделали вот такой очень интересный экскурс, переходим снова к нашему закрытию месяца. здесь еще нужно, конечно, посмотреть, если у вас за год, например, возникли какие-то дополнительно обособленные подразделения, то это тоже надо будет отразить. Значит, считаем, что мы проверили закрытие месяца настройки, и у нас все благополучно. соответственно, после того, как у нас произвелось закрытие месяца за декабрь, в этом у нас должна быть, в этом списке у нас должен быть пункт реформация баланса. То есть реформация баланса, это у нас закрытие 90-х счетов на 84-й. Ну, соответственно, в зависимости от того, что у нас получилось, прибыли и убыток, у нас операция будет либо в дебет 84-го, либо в кредит 84-го. И в итоге оборотно-сальдовая ведомость, вот сейчас мы войдем в регламентированный учет с вами, и стандартные бухгалтерские отчеты сформируем. То есть в этом случае нас интересует ОСВ, оборотно-сальдовая ведомость, и интересовать нас будет именно состояние 90-х счетов, в нашей оборотке, то есть которая показывает, что у нас все выполнено. А что выполнено, еще раз, пока у меня вот это работает, сейчас я не смогу переключиться, ну то есть на самом деле, что у нас корректно операция закрыла все затратные счета, то есть 20-й, 23-й, 25-й, 26-й, и что у нас 90-й, 91-й счет тоже закрыты, и вот после этого у нас уже будет операция реформация баланса происходить верно. То есть вот мы с вами стандартные бухгалтерские отчеты, это у меня сформируется оборотно-сальдовая ведомость, но уже некогда будет ждать, пока она сформируется. И здесь соответственно мы можем с вами тогда посмотреть, сейчас я все-таки ее попробую запустить, надеюсь, что мы успеем, оборотно-сальдовая ведомость. То есть это стандартные бухгалтерские отчеты, вот он все-таки нарисовал мне, ну пусть будет 21-й год, потому что в нашей демо-базе просто, наверное, нет достаточно операций. А вот видите, то есть у меня программа сразу не ругнулась выполнить закрытие месяца и сформировать отчет повторно, а сейчас, ну на самом деле я могу закрытие месяца сделать и без учета. Сделаем вот так, что было уже 22-й год, декабрь 31-е и 22-й год, январь 1-е, то есть вот у нас получился наш календарный год, и выберем вот таким образом, ну вот по Андромеде там, наверное, поменьше у меня операции, поэтому я ее и выберу, оборотно сальдо вредами за 22-й год, и пока она работает, вот про что хочу сказать, то есть и в других конфигурациях, например, бухгалтерия, ОПП, там, комплексная автоматизация, при закрытии года сам, само рабочее место закрытия месяца, закрытия периода позволяет отдельно восстановить последовательность документов, то есть последовательность проведения и отдельно, допустим, проигнорировать этот режим, точно так же, как проигнорировать какой-то из шагов, которые программа должна выполнить при автоматическом закрытии месяца. в бухгалтерии режим закрытия месяца немножко более упрощенный, что ли, если можно так выразиться, а в ERP программа рассчитана на полностью автоматическое закрытие, то есть при этом функции, допустим, главного бухгалтера или ответственного за закрытие месяца, за закрытие периода сводятся к тому, что предварительно провести все мероприятия, про которые мы с вами проговорили, и после этого нажать кнопочку выполнить, и после этого уже вручную, если только есть какие-то ошибки, то перейти в документ, который создал ошибку, и внести в него исправление, то есть фактически диспетчерская функция. если все на своих участках правильно внесли документы, нигде ничего не пропущено, что бывает крайне редко, то в этом случае это очень комфортный режим, то есть необходимо только следить за тем, чтобы ошибки, если какие-то найдутся, готовы своевременно их устранить. Ну вот, к сожалению, нет, не успеем мы его сформировать, давайте снова вернем, нет, вот успели, то есть соответственно при закрытии месяца у нас с вами, ну здесь вот нету 90-х счетов, значит у нас с вами должна быть картинка, что сальдо по 84-м счету как-то изменилась, а все остальные счета, которые у нас касаются, например, движение, вот оно, оно, так, вот здесь у нас есть 90-е счета, вот он, у нас 90-й счет, и как видите, он у нас не закрыт, значит реформация баланса у нас не сделана, то есть после реформации баланса у нас вот эти вот строки должны быть закрыты, то есть все операции, которые у нас проходили по этим счетам, закрываются итоговой проводкой по переводу на 84-й счет, вот тогда, когда мы открываем оборотку, видим, что здесь у нас все чистенько, вот тогда можно сказать, что год закрыт, реформация окончена, ну и соответственно, в этом случае у нас должны быть нулевыми остатки по некоторым счетам, то есть по затратным, которые мы закрываем по концу периода, 25-й счет, как вы видите, у нас есть остаток, он у нас не закрыт, соответственно, 26-й, 44-й, вот видите, он тоже у нас не закрыт, ну, значит, у нас в этом случае не происходило закрытие периода, так, это мы сейчас с вами закончим, и собственно говоря, вот у нас, видите, регламентированный учет, отражение в регламентированном учете, сколько у меня вот ошибок, что не отразилось в бухучете, и какие операции не выполнены, вот, когда мы все выполнили, наша оборотка, как я вам сказала, должна выглядеть чистенькой, красивенькой, и, значит, в этом случае у нас все операции выполнены корректно, и мы можем немножко поговорить на отвлеченную тему, снова переходим к нашим слайдикам, и отключенная тема у нас будет выглядеть как новые отчеты, которые сейчас начали применяться с 23-го года, то есть обратите внимание, что 22-й год мы закрываем по старым формам, которые действовали на момент окончания года, а новые формы, которых достаточно много, мы применяем уже только с 23-го года, с операцией, которые по 23-му году, ну, то есть самые, наверное, такие обсуждаемые новшества, это новый отчет ЕФС-1, который у нас возник после объединения фондов, то есть в этом году у нас единый социальный фонд вместо пенсионного и соцстраха, формы ФС-1 и как ее заполнять у нас утверждены постановлением, обратите внимание, не правительство, а правление ПФР и формы сейчас еще, в общем-то, в доработке, но тем не менее по ней необходимо сдавать отчетность не только по срокам, но и поскольку этот отчет заменяет СЗВ-ТД и СЗВ-100, что соответственно операции по приему на работу, по увольнению, по кадровым перемещениям у нас в нем отражаться должны на следующий день после проведения кадрового мероприятия. И вторая сложность, что этот отчет имеет другую кодировку и соответственно для того, чтобы по нему правильно сдать все и отправить в налоговую, нужно установить последнюю версию, последние релизы программы, потому что там уже содержатся новые формы и содержатся в электронной котировке, которая для них должна использоваться. Само по себе форма достаточно несложная, то есть она состоит из титульного листа, где, как обычно, во всех декларациях других указываются регистрационные данные и состоит она дальше из двух разделов. В первом разделе, как вы видите, вот название такое, и в нем указываются сведения, которые мы раньше применяли в составлении отчетов по СЗВ-ТД, СЗВ-Стаж, ДСВ-3, ну в общем-то вот сведения все те же и даже больше того формы, то есть раздел 1 он содержит подразделы и каждый подраздел состоит практически из таблички, которая повторяет отчет, который мы сдавали фонды. Во втором разделе, как вы видите, это идет раздел, который заменил отчетность ФСС, практически вот это 4 ФСС, она будет, ну не будет, она уже сдается дополнительно к отчетности по взносам, которые представляем ФНС, то есть бывший РСВ. Ну вот второй раздел как раз находится в разработке и в дальнейшем будут применены какие-то изменения, которые туда будут усмотрены. Вот вопрос, который возникал достаточно часто, где найти этот отчет, сейчас мы с вами посмотрим. Хочу сразу сказать, что зарплатные блоки и в ERP, и в ZUP практически идентичны, то есть если быть более точным, то в ERP применен блок зарплата проф. Значит, вот мы переходим в меню зарплата и дальше нас интересует зарплата кадры, Акела промахнулся, значит, зарплата кадровые документы и здесь для того, чтобы посмотреть отчет, нас интересует раздел трудовые книжки. Это, так сказать, наиболее быстрый вариант посмотреть для кадровиков, которые работают с этим блоком. Вот у нас электронные трудовые книжки. И здесь после того, как мы создаем какое-то кадровое мероприятие, например, прием, увольнение, ну, короче, мы в печатной форме, не дают, не надо сейчас выбрать какую-нибудь организацию, где есть сотрудники. Ну, допустим, сделаем вот так. Не деловой союз нас интересует, а промресурс. так. Нет, тоже нет сотрудников. Прошу прощения, мы сделаем вот так. А так у нас не хочет он. Собственно говоря, при формировании вот в этом разделе какой-то записи, например, прием или увольнение, когда мы выводим ее на печать, у нас есть выбор в печатной форме. То есть печатная форма будет Лидбайс СВТД, например, либо ФС1. И, соответственно, вот если мы выбираем ФС1, то у нас этот отчет может сохраниться и, ну, естественно, в печатной форме и в нужной кодировке. Посмотреть отчет ФС1 можно также совершенно традиционным способом, не через кадры, то есть не через раздел, где работают квадровики, а можно посмотреть через регламентированный учет, через блок 1С отчетность и здесь вот регламентированные отчеты, соответственно, добавить нужно новый отчет, который находится в блоке вот он, вот как 1С себя похвалил, то есть у нас 1С отчетность это название не только блока, но и сервиса, то есть сервис, который напрямую позволяет обмениваться через сайт налоговой инспекции, минуя операторов ТКС, но посмотреть про него подробнее можно вот по ссылочке, блок удобный, но это он себя сам похвалил, значит в разделе отчетности нам 1С отчетность нам открывается меню с данных отчетов и вот как вы видите здесь у меня нет отчета EFS1 значит в этом случае что мне нужно сделать создать и откроется сейчас окно где я могу выбрать что мне необходимо сделать то есть я должна выбрать отчетность по физическим лицам по физлицам и в этом случае у меня открываются старые отчеты то есть соответственно видите те отчеты которые мне нужны которые я использовала отмечены звездочками соответственно я должна найти отчет сведения о трудовой деятельности ставлю допустим здесь звездочку и в этом случае оно у меня переносится в загладочку избранные ну и собственно говоря когда я его открываю я вижу то же самое то есть видите вот то что я хотела показать вам вот на предыдущем слайде вот у меня есть отчет с ЗВТД и я вместо с ЗВТД выбираю то есть по кнопочке заполнить у меня заполняются кадровыми мероприятиями то есть видите могу выбрать только приемы и увольнения могу выбрать все мероприятия тогда у меня попадут кадровые перемещения и в этом случае я просто вывожу уже нужную мне печатную форму и могу смотреть и она у меня перенесется вот сюда в общий журнал и я могу здесь работать с ней так же как и со всеми другими отчетами ну соответственно для проверки как мы закрыли год и что у нас при этом получилось я могу использовать дополнительные сервисы которые заложены в программе а про дополнительные сервисы я хотела сказать вот что то есть в разделе кадры у нас есть сервис 1С кабинет сотрудника обратите внимание что в разделе регламентированный учет вот который мы смотрим здесь тоже есть личные кабинеты это разные личные кабинеты то есть те которые мы в этом разделе видим это личные кабинеты для работы организации и для работы используются ну совершенно конкретные фискальные органы то есть налоговая инспекция ФНС либо для юридического лица либо для эписта ФСС ну вот вы видите тут и статистика есть и Росприроднадзор ну то есть соответственно в этом случае когда вы ну допустим переходите по этой ссылке вы попадаете на сайт например налоговой инспекции вот сейчас пока он сработает и для того чтобы там пользоваться вам нужно ввести ну то есть его создать при этом используя электронную квалифицированную подпись и потом вы можете вот по нажатию личный кабинет переходить туда и смотреть уже конкретные данные по своему предприятию эти кабинеты помогают ну во первых получить более оперативную информацию если например налоговая выставила какие-то требования предоставить документы и так далее либо ну соответственно посмотреть другие какие-то данные например сверку с бюджетом произвести или вот личный кабинет электронной лески нетрудоспособности это мы пока закроем а вот в разделе кадры личный кабинет это создается кабинет именно конкретного сотрудника то есть физического лица и выглядит он вот таким вот образом вот то есть в этом случае это тоже работает через сайт но конкретного вашего физлица то есть это минимизирует нагрузку на бухгалтера который ведет расчеты например по заработной плате потому что человек может самостоятельно запросить все данные которые ему нужны например справка 2ндфл или расчетные листки ну то есть более подробно по темам которые касаются его заработной платы более подробно можно посмотреть про этот сервис по ссылочке на самом деле это очень удобно потому что разгружает бухгалтера и скажем так снижает градус недовольства рядовых сотрудников если вдруг бухгалтерия например закрывает год и не может очень оперативно выполнить запрос сотрудника так снова я переключаюсь к нашим слайдикам к сожалению наше время уже подошло к концу и я хочу вернуться снова к титульному лицу листу извините и снова показать вам наши контактные данные и соответственно напомнить что мы будем рады сотрудничеству будем рады оказать любую помощь которая касается программного обеспечения семейства 1С то есть приглашаем вас к взаимному сотрудничеству и будем рады оказать любую помощь на этом компания Кодерлайн прощается с вами благодарим вас за время уделенное нам за интерес к нашим мероприятиям мы надеемся на более плотное и плодотворное сотрудничество всего доброго до сих пор 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 до сих пор